Тот период с 1984-го, когда увлекся фотографией, по 1989-й, когда был вынужден уехать из Баку, Николай Бабаянцев вспоминает с какой-то грустью и нежной ностальгией. Тогда, говорит, над черно-белыми снимками приходилось почти что колдовать, и они выходили совсем иными, чем теперешние. Но по-настоящему колоритными фотографии делали герои. Всегда непосредственные и искренние выражения своих чувств и эмоций. Это же йог, сами понимаете, Кавказ. Там непривкли, как я сейчас стою, там всегда на эмоциях, руками, жестами. И у людей мимика разная бывает, поэтому там интересно снимать. И еще интереснее смотреть, или точнее наблюдать за трансформацией чувств на лицах героев. Это и делает, по мнению коллег и знакомых Бабаянца, бакинскую серию уникальной. Они все художественные, они документальные, художественные, они носят историческую информацию. И вот когда я вешал, я делал экспозицию, черные меня просто поразили. Это самородок. То есть вот просто так человек, который делает ради любопытства, он этого не сделает. То есть это нужно понимать душой каждую фотографию. Искусству фотографий Николай Бабаянц действительно нигде не учился. Поэтому к профессионалам едва ли себя причисляет. По специальности он юрист, работал в милиции. Сейчас мировой судья Дубровского района. Казалось бы, при такой профессии куда уж там до романтики. Но карельские пейзажи, полные лирики и очарования осени доказывают обратное. Супруга Елена Петровна тоже научилась видеть в, казалось бы, привычных вещах и трогательную красоту, и неповторимость момента. Говорит, супруг фотографией заразил и ее. Я сама подсела на это дело тоже. Тоже вот с ним вместе ездим, путешествуем. Вот и в Карелии были. Подсказываю где-то какой-то снимок сделать, с какой стороны лучше, как. Потом вместе обсуждаем, какой выбрать. На выставке Николай Бабаянц представил и свой самый главный проект, начатый еще четверть века назад. У всех фотографий из цикла «Мои дорогие старики» – своя удивительная история. Но еще более трогательная история у каждого из их героев. Люблю снимать стариков, потому что у них выражения лица неподдельные. Вот что дети, что старики. И снимая их, тут хочу какую-то боль передать. Понимаете, что люди достигли такой старости, а, как говорится, отдачи такой, которую мы должны передать, им нет. Свои разножанровые работы брянской публики Николай Бабаянц представляет впервые. Персональная выставка фотохудожника будет работать до 6 марта. Елена Почкарева, Игорь Сусла, События Брянск.